Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим про абсолютный слух, а также я вам расскажу про 5 способов, как можно играть на скрипке, не имея музыкального слуха. Погнали! Итак, что же такое абсолютный слух? Абсолютный слух – это способность очень точно, абсолютно точно запоминать высоту звука и воспроизводить ее на инструменте, либо голосом. Таким образом, получается, что абсолютный слух – это какой-то дар, свыше талант, потому что он есть не у каждого музыканта. И часто слышала такой стереотип, что вот, класс, ты скрипачка, у тебя абсолютный слух, класс, это какой-то дар, талант, способность. Нет, это абсолютно не так. Если что, у меня на минуточку относительный слух, просто очень хороший, довольно-таки хороший. Тем не менее, достаточно хорошего слуха, чтобы играть на музыкальном инструменте. А может быть, можно играть вообще без него? Вы наверняка заметили, что на скрипке нет ладов. Лады – это такие полосочки, как на гитаре. Так вот, вы можете сделать их сами. Обычные наклейки, не знаю, скотч, цветной скотч, нарисуйте себе карандашиком, фломастером, либо купите просто такую пленочку и наклейте. Две-три полосочки достаточно для того, чтобы уже играть в первой, второй, третьей позиции. Ориентиры, которые вам помогут на начальном этапе ставить пальцы абсолютно верно, точно и максимально правильно. Но сказать, что вот вы будете абсолютно чисто играть, я не могу. А почему я не могу так сказать? Просто потому, что у нас есть второй пункт – это правильность постановки. Я, например, столкнулась с таким в процессе обучения, что у меня хороший слух, да, но я что-то все равно играю фальшиво. Я поняла, что у меня есть ряд недостатков в постановке, и мне нужно исправлять эти недостатки посредством самостоятельных занятий, трудов и усилий. Ну, у некоторых моих друзей была совсем другая история, у них был какой-то суперкрутой гениальный педагог, который просто вот карпел над ними там первые пять лет, может быть и семь, а может быть и девять, я не знаю точно. В общем, который надрессировал их так, что они играют чисто, сами того не понимая. То есть абсолютно слуха может и не быть, но постановка пальцев такова, учитель так хорошо поставил руки, выдрессировал эту всю систему, скажем так, что человек играет чисто, сам того не понимая. Вот она правильность постановки. Кстати, если вы работаете в музыкальной школе или работаете с детками, то вы обращали внимание, как важно правильно поставить руки. И более гениальный педагог не тот, который там сам играет каприсы, погонений, а тот, который умеет хорошо поставить руки. Это очень важный момент. И в то время, как пианисты в первом-втором классе играют уже песенки какие-то, да, скрипачи, тянут две нотки, может быть три, ну, либо играют нехитрые песенки, которые, кажется, обычному слушателю, ну, какая-то ерунда легкая, что там играть. На самом деле это довольно-таки сложный процесс. Моя рекомендация, обратитесь к какому-нибудь учителю, на имя репетитора, чтобы помог вам правильно объяснить, куда ставить какой палец. Хотя бы, ну, возьмите два-три урока, я не говорю брать целый курс по скрипке, два-три урока чисто по постановке, а потом вы смотрите YouTube и сами подглядываете какие-то фишечки у других великих скрипачей и артистов. Мало того, что абсолютный слух не обязателен, так он еще часто может мешать. Например, я знаю девочку, которая имела абсолютный слух, но играла, ну, так фальшиво, невозможно, просто потому, что она мало занималась и не запоминала пальцами, что она вообще играет. Или есть такие абсолютники, у которых в голове нота звучит и приходят на оркестр, либо, не знаю, на ансамбль. И не могут перестроиться, потому что у них в голове абсолютно точный звук, абсолютно точная нота. А инструмент, может быть, где-то расстроился или фортепиано чуть-чуть настроено немножечко на полтона или до четверть тона ниже или выше. Все, проблема, ты будешь играть фальшиво, потому что у тебя в голове идеальный строй. И ты ничего не можешь с этим поделать. Еще, дорогие друзья, вы можете мне сколько угодно говорить, что великие не играют гаммы так много, что великие не играют гаммы вообще и прочие байки. Но, по-моему, это очень полезная штучка. Арпеджио, гаммы и двойные ноты. Двойные ноты помогают вам вычистить интонацию, все-таки закрепить ваш аппарат. Гаммы помогают вам с легкостью играть пассажи в оркестре или для себя, или просто импровизировать сходу. И арпеджио все-таки это ваша свобода игры на грифе, на скрипке. Что нужно делать, чтобы играть на скрипке? Петь. Просто петь для того, чтобы суметь хоть чуть-чуть-чуть-чуть слышать. Чуть-чуть. Нужно петь. Услышал мелодию? Поешь. Это очень важно. Пусть ты не попадаешь, пусть ты поешь и не очень, и тебе кажется, что этот твой голос ужасный. Это абсолютно не имеет значения. Важно, чтобы ты просто тренировался петь, и тогда то, что у тебя в голове, ты будешь переносить на инструмент. Это очень легко и просто. Попробуй. Но мне жалко, воли девичьей, что осталось. Ребят, даже если ваш голос звучит так же стрёмно, как мой, все равно пойте. Потому что это очень сильно повлияет на ваш слух, и вы элементарно сможете как-то копировать мелодии и переносить их на инструмент. Как-то раз я пришла на урок и стала играть намного лучше, чем на предыдущих занятиях. Ну, по крайней мере, так сказал моя преподаватель. Типа, что случилось? Ты послушал какие-то крутые записи или ты занималась 10 часов в сутки? Я не знаю, но мне было очень обидно, потому что, в принципе, я всегда много занималась. А тут, что произошло, я не понимаю. А потом я вспомнила, что накануне я смотрела конкурс и Гуди Минухина, и настолько вдохновилась исполнением скрипачей, что, видимо, как-то у меня это отложилось, и начало получаться намного лучше. Поэтому не бойся копировать всякие фишки твоих любимых великих артистов. Да, может быть, это будет получаться смешно и не так хорошо, но тем не менее. Если ты скопируешь постановку, ты будешь как минимум красиво стоять и держать инструмент. Еще один момент. Ты нахватаешься всяких фишечек, наслушаешься полезного, и у тебя неосознанно пойдет хороший звук, либо какие-то фишечки, ты будешь их переносить на инструмент абсолютно бессознательно. Не знаю, как это работает, но это работает. Поэтому слушай много музыки, смотри своих любимых артистов. Тем более, если ты музыкант-любитель, тебя не ограничивают рамки системы образования. Поэтому ты можешь искать свой собственный звук как угодно.